Влияйте же наконец-то! Или если мы, украинцы, хотим быть воочию достопочтенной и уважительной, достойной нацией, не просто в самодовольствии, у себя в фантазиях, а в мире, в свете, в котором мы живем, то прежде всего мы должны отстаивать это. Это достоинство, этот ранг. Достопочтенности. Они ковырятся, извините, в себя в дупе и давать нюхать всем. И еще кроме этого, путиновская Россия разнесет это как зловоние, присущее нам. Друзья, друзья, и не друзья тоже, критиковать Европу за продажность и индифферентность по отношению к нам, к Украине, это все равно, что критиковать самих себя, нас же, украинцев, Украину, за коррупцию. И ни хрена не делать, не валить, не мочить и не уничтожать эту коррупцию, а только трындеть. Вот так и Европа, все без зеркала. По Европе нужно хотя бы участвовать каждому нормальному украинцу, тот, который говорит, да у нас Европа, вот, продала, там сидит, блин, ковыряется, то поучаствуй, чтобы она не предавала. Ну, она даже и не знает о том, кто это говорит. Он не участвует в том процессе, чтобы Европа не предавала. А только сидит, да, да, продала на горшке, блин. Или вали коррупцию, уничтожай. Или участвуй так, чтобы Европа помогала валить коррупцию у нас. И чтобы мы же быстрее вступили в НАТО. И Российскому плодное, только не на правах сырьевого придатка или жертвы на песточках. Вот скажите, плиз, друзья и не друзья тоже, вы хоть знаете хоть одного украинского, проукраинского, естественно, политика, европейского масштаба, который бы влиял на политические события в Европе, которого, миллионы, не миллионы, но хоть какой-нибудь бы миллиончик оглянул бы, смотрел бы и руководствовался его мнением, опинием и тому подобным. Где они? Вот одного знает украинского министра закордонных справ Украины Дашчица, которого при нужде, когда что-то происходит в отношениях или Польши, или Украины, или в Украине что-то страшное происходит, ему звонят, и он отвечает на их вопросы. Ну и тут коллизия. Если редактор какого-то издания, выдомництва польского, нормальный, не козел, то спросил, ответил, а если козел, то он начинает этого, значит, Дашчицу заваливать резней волынской. Вот этими вопросами. Чем Дашчица, как дипломат, не может, как историк, ответить. Поэтому он его и дрянчет, и мучает вот этим. А когда Дашчица начинает запинаться, то и все, что он говорил перед этим, тоже начинает выглядеть с неким таким вот ошибочным фальшстартом, как бы, с запинкой. Потому что ж поляки что, они что, арбайт, арбайт, работа только, они работают, не привыкли, что им хозяин говорит, берешь туда, несешь туда, делаешь это, и все, все под козырек. И когда у поляка начинаются вот такие непонятки с этим, с когнитивом, то он начинает сомневаться, и все, что говорит Дашчица, начинает тоже, как бы, у него куда-то там идти в пропагандистский толк его мозг, его рация стану. Поэтому, друзья, проукраинцы, все, кто знает, на уровне спикин, Germany, language, Deutschsprache, other, или English, вперед, вперед, влияйте на международное мнение, влияйте на опинию европейцев, хотя бы, и еще плюс американцев. Влияйте же, наконец-то, или на это мнение, на это опиние, будут влиять гниды, крысы и тому подобные, не будем называть политические, чтобы не банили, плохие люди, козлы, вонючки, продажные мрази. Но если кругом в мире, на свете, путиновская рашка рассказывает всем, что мы от рождения быдлятник, то все страны, европейские цивилизации, прежде всего, не кивают и не поддакивают, только из-за одной причины, что они боятся этой рашки, что она со своим быдлятником придет к ним и сделает их таким же быдлятником. Вот это только и всего. Вот откуда это лезть. А мы думаем, что нас уже там чуть ли не боготворят. Да нет, они просто боятся этой навалы. И все, никто нас не боготворит, потому что мы должны сами это сделать в Европе. Удоводны-то им, что мы достопочтенно, гидно, достойная нация. И чтобы эта Европа, та нормальная Европа, не зараженная сейчас болезнью вот этой политической леваской, воспринимала нас как частью себя, как частью своего, достоинства, как частью своей культуры, то мы должны доказывать это каждый день, каждый час. Постоянно им удоводнивать это. Но кто этим занимается? Наоборот, в Европе, приплачивая еще европейским чиновникам, занимаются анти-нас, анти-украинские, путерашковские СМИ, медиа, которые трещат на всю и везде, что Украина это часть срака быдлороссии, малороссии. После быдлотизации многовековой, она в принципе и была, и стала частью малороссии. Это же, блин, недочеловеки, как недовартошовые неполноценные люди, рабы, невильники и тому подобное. Окреслы можно диктовать и диктовать. Что смысл от этого, когда просто они нас такими воспринимают? Частью быдла, которая лижет, Кремлю служит, Кремлю вечно. Пишет письма Катерине, блин, там, дайте нам что-то, блин, капец. И это ж херня рабская. Пошла еще до Богдана Хмельницкого. Помахали-помахали шашками, с поляками окружили их, там, львов, попугали, этого сего. Ну что, теперь пора к рабам обратно туда, да? В Малороссии становиться. Вот так вот. И так же, как псы обсыкают, метят свою территорию, точно так же и Путин, и любой другой, который придет на его место, КГБшника, ШМБшника, будет метить и грести, загребать себе как можно больше территории с быдлом, с баранами тупыми, новороссиями, копошащимися червями, которые ему служить, рады облизывать, обхаживать. Потому что они рабы, они генетические рабы, и он их собирает. Но он рассказывает себе и другим, что он собирает территорию, там, Руси Киевской, там, Святую Киевскую Русь, Тавриду, древние, там, поселения, исконные херни, вот это рассказывает, там, Лавра, и тому подобное, Гундяевский Патриархат, и тому подобное, это читки на лохостан, на быдлостан, который идет за ним, блин, как за дударем, блин, крысы идут. Это так гидко и противно. Смотрится со стороны, чтобы просто рыгать охота от этого быдлятника гребаного. Это параша, это не люди, которые созданы по образу и подобию Бога, и наделены волей, честью и достоинством. И отпахивать еще к тому же должны захрехи Адамова и Ева. Нет, это не те люди, поэтому он их постоянно, и Всевышний, так по теологии складывается, что чем больше быдло заходит в свой быдлизм рогатый, тем больше оно, блин, не имеет шансов быть достойным, достойным человеком, чтобы его уважали и тому подобное, тем меньше ему это и требуется. И оно вообще превращается в червя, блин, ползающего. Потом этот червь приезжает к достойным людям, там, за границу, фотографирует. Смотрите, как красиво! А у нас лохатник такой, блин, что капец вообще! А тут, смотрите, как чисто! Все там друг другу доверяют, вообще что-то творится! А у нас все воруются, пьют, а тут такие культурные! Давай пойдем нарисуем три буквы на заборе! Вот такое вот оно, блин! И, конечно, все достойные, там, смотрят, фу, наверное, какая-то чморода какая-то попроезжала, лохобыдлостанник, и обходит стороной, фу-фу-фу! Вот так вот, блин! Мы же не хотим таким быть говном, блин! Нет, конечно! Потому что никчемная лохостада тупых баранов, лохов, быдло, копошащиеся вечно, с целью поцеловать ручку у хозяина, он изучил это быдлостадо. Оно очень легко приносит миллиардные дивиденды ему и его команде опричников. То, чем уже это быдлостадо, чем его меньше, тем меньше миллиардные дивиденды, то есть Путин боится и не отваживается, естественно, этого рюга, любой другой бы на месте Путина таким же стал, потому что быдлостадо, оно способствует вору его обворовывать и держать, чморить его. Ну, некоторые европейские страны, западноевропейские, имеют опыт справляться с ворами, этими, блин, коррупционерами. Они их просто вешали и отрубывали части тела за воровство. Вот там у них укоренилась в генотипе эта культура. А тут, наоборот, укоренилась воровская культура. Вот поэтому он, как пёс, обсыкающий свою территорию, он собирает, собирает всё это быдло к себе, к себе. Так просто это понять, блин. То есть простой, нормальный европейский народ, он не врубается, он не въезжает. Такие простые, аксиомные вещи, что как 35-миллионный народ, страна, людность Украины не может побороть сраную коррупцию. Ну, она не может, потому что она не понимает, как это быть без коррупции. Как быть без воровских генов, привычек и тому подобное. Культуры воровской. Как без этого быть? Она не понимает. А Европа не понимает, как Украина может быть такой. И вот они в шоке, что не могут побороть кучка мразей, олигархов, какие-то чмырибли, мусородина, которая их обборовывает, или ещё какая-нибудь гнида, черномники, которые их обборовывают. Потому что они, оно всё такое дерьмо, постсовковое, постсарское. А Европа этого не понимает. А мы не понимаем, как это так, что Европа нам типа не помогает, да? Казаки вместо саблей писали челобитные письма Екатерине, чтобы они, чтобы Екатериновские, Потёмкиновские деревни им дали землю, вот эти все потёмщики, кидальщики, лохотронщики, напёсщики. Они писали Екатерине. Писали, дописались. Субтитры подогнал «Симон»!